Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Буквально на следующий день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, который в Белом доме назвали хорошим шагом вперед в отношении двух стран. В МИД Китая уже отреагировали на выпад американского президента, указав на неэтичность и безответственность такого поведения. Но что такое этика, когда нужно стрясти деньги с американских налогоплательщиков для проведения очередного комедийно-драматического шоу под названием «Выборы США». Как Си Цзиньпин стал диктатором и при чем тут воздушный шар? Заявление Байдена о диктаторе Си Цзиньпине прозвучало во время поездки американского лидера в Калифорнию, а если быть точнее, на встрече по сбору средств для предвыборной кампании. Во время мероприятия Байден вспомнил нашумевшую историю с китайским аэростатом, который в феврале был замечен над территорией США. В Пекине тогда пояснили, что аэростат являлся гражданским метеозондом, который отклонился от курса из-за сильного ветра. И пока в Вашингтоне шли горячие споры о том, является ли воздушный шар шпионским, аэростат пролетел через центр страны и успел покинуть континентальную часть Соединенных Штатов, изрядно повеселив социальные сети. В итоге аэростат все же сбили. Однако из-за инцидента было принято решение отложить визит Блинкена в Китай. И вот спустя почти пять месяцев после тех событий, Байден пришел к выводу. На самом деле Си Цзиньпин мог и не знать, что китайский воздушный шар сбился с курса. «Причина, по которой Си Цзиньпин очень огорчился, когда я сбил этот аэростат со шпионским оборудованием на два товарных вагона, заключалась в том, что он не знал, что он там находится», – рассказывал американский президент своему электорату в Калифорнии. И далее добавил, «Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося. Он не должен был попасть туда, куда попал. Он сбился с курса». Это открытая провокация. Как отреагировали в Китае? Сравнение Си Цзиньпина с диктатором, безусловно, не могло остаться без внимания. И не только СМИ, но и китайских властей. Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию. Китай выражает решительный протест, – заявил официальный представитель МИД Китая Мао Нин. Дипломат также отметила, что американские власти намеренно искажали факты и нагнетали ситуацию с китайским метеорологическим аэростатом. США следовало сохранять рациональность и профессионализм. Вместо этого они занимались искажением фактов, злоупотребляли силой и нагнетали шумиху, что полностью раскрыло гегемонистские настроения американской стороны, – подчеркнула Мао Нин. Примечательно, что Блинкен во время визита в Китай призвал китайские власти закрыть главу с аэростатом. Но уже на следующий день Байден открыл ее заново. Байден опять начудил, что стоит за выпадом в адрес Си Цзиньпина и при чем тут Блинкен. Чем же руководствовался американский президент, называя Си Цзиньпина диктатором? Можно ли это списать на чудаковатость Байдена, странное поведение которого порой вызывает неудобные вопросы? Или же дело в расколе между двумя крупнейшими державами мира, который стал еще более заметен на фоне поездки Блинкена в Китай? В западных СМИ визиту госсекретаря США уделялось немалое внимание. Во-первых, Блинкен стал самым высокопоставленным представителем Соединенных Штатов, посетившим Китай с начала президентства Байдена. Во-вторых, в последние годы отношения Вашингтона и Пекина заметно обострились. Это связано с ситуацией вокруг Тайваня, американскими провокациями в Индо-Тихоокеанском регионе, торговыми войнами. Вашингтон был недоволен позицией Пекина по украинскому конфликту. А в 2022 году американские власти публиковали стратегию нацобороны, назвав Китай самым весомым и системным вызовом национальной безопасности США. Поэтому от визита Блинкена ожидали многого и рассматривали его как подготовку к встрече лидеров США и Китая. Так, Байден на минувшей неделе заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев. Стоит отметить, что на официальном уровне по итогам визита с обеих сторон прозвучали весьма позитивные заявления. Байден заявил, что Си Цзиньпин хочет возобновить отношения между Пекином и Вашингтоном. Китайский лидер выразил надежду, что США займут рациональную позицию в отношениях с КНР. Однако в публикациях западных СМИ отчетливо прослеживалось разочарование. Журналисты обратили внимание на довольно прохладный прием Блинкена. Сама встреча госсекретаря США с китайским лидером довольно долго согласовывалась и в итоге продлилась всего 35 минут. Строгое приветствие на летнем поле аэропорта в Пекине без красной ковровой дорожки. Рукопожатие с каменным лицом от высокопоставленного чиновника внешней политики Китая. Блинкен смотрел снизу вверх на Си Цзиньпина, который сидел в конце длинного стола, пишет New York Times. Эксперты же обратили внимание, что конкретных договоренностей в Пекине достичь не удалось. Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и вовсе назвал поездку госсекретаря вопиющим провалом. В целом весь период президентства Байдена – это провал за провалом, начиная с сомнительных выборов и штурма Капитолия, продолжая с серьезными экономическими проблемами и заканчивая утратой геополитических позиций в Азии, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. А теперь еще один, как минимум имиджевый, провал в Китае. С каждым новым провалом перспективы победы демократов на предстоящих выборах в 2024 году становится все туманнее. Поэтому единственный выход Байдена и его администрации – убаюкивать электорат рассказами о злых диктаторах, защите демократии и сражении за душу Америки. Похоже, когда дело касается собственных интересов, в США не зазорно ставить на паузу и этику, и даже собственную демократию.